Пени за неуплату жилищно-коммунальных услуг не будут начислять. До конца года такое решение приняло правительство России. Но это не значит, что по счетам можно не платить. Пени не начислят, а вот долг накопится. Пени по неоплате, да, на них наложен мораторий, но сами квитанции требуют обязательной оплаты. Потому что коммунальные услуги оказываются ежедневно, круглосуточно. Управляющие компании занимаются своей работой в усиленном режиме, проводят в том числе и дезинфекцию. Неоплаченные квитанции – это деньги, недополученные управляющими компаниями. Они могли бы пойти на оплату труда уборщицы или закупку дезинфицирующего средства. Для того, чтобы расплатиться за полученные коммунальные услуги, нарушать режим самоизоляции не придется. Все можно сделать, не выходя из дома. Каждый житель имеет личный кабинет в МОСОБЕЕРЦЕ, в котором можно заплатить без комиссии за жилищно-коммунальные услуги по квитанции. А те управляющие компании, которые не состоят в МОСОБЕЕРЦЕ, у них тоже у всех, у большинства есть возможность дистанционной оплаты через интернет. Пени заморозили, а взнос с АКП ремонт вовсе исключили из квитанции. Правда, всего на три месяца. Жители должны почувствовать это в мае, когда придет платежка за апрель. Из квитанций за апрель, не в мартовских, а в апрельских квитанциях будет исключена строка капремонт. Но в мартовских она есть, потому что за март решение не принято, а было принято решение об исключении платежей капремонта за апрель, май и июнь. Квитанции на оплату коммунальных услуг формируются в последний день месяца. Спустя один-два дня они оказываются в почтовых ящиках жителей, а оплатить их нужно до 10 числа. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.